всем привет время 706 еду на велотренировку длительную сегодня 80 километров по плану я расскажу немножко вообще о велоподготовке в триатлоне как вообще я интерпретирую что для меня что для меня велотренировка киллосипеды у меня были собственно как и триатлонами начал заниматься вела год назад впервые сел на контактные педали это тоже такое определенное событие для велосипедиста потому что непонятно как на них вообще ездить хочется упасть постоянно наоборот не хочется но может упасться скажем так в общем идея в том что я покупал первый свой велосипед у меня был спешила и сталь с 2015 года если не ошибаюсь его я купил из новосибирка из новосибирска по моему то ли за 40 то ли за 50 тысяч рублей вот как-то так это за 50 я думаю я его взял на авито парень из новосибирска велосипедист мы другом который разбирается велосипедах сначала же посмотрели поискали через номер его все вроде бы в порядке мне не отправил деньги мне успешно отправили велосипед я собственно начал пробовать ездить сначала покрутил немножко на станке потом уже у меня был первый выезд в парке и первые месяцы наверно накатал в парке объемы там начиная с 20 и заканчивая 50 километров с 20 до 40 мне кажется где то вот так после месяца уже был первый выезд на шоссе с теми уже кто постоянно ездит у нас не собственно первый мой выезд был что-то со средней может быть там 20 не знаю 28 27 километров в час объем на 50 километров и конечно же шоссейный велосипед это совершенно другое ощущение совершенно невероятное наверное для меня какое-то ощущение дороги соприкосновения с асфальтовым покрытием то что как как ты ощущаешь как ты набираешь скорость когда ты вот говорят есть ощущение когда ты машина там целая вот такое ощущение есть когда ты и велосипед она целая это ощущение очень круто на самом деле вот поэтому нрав понравилось ли определенное триатлон в том числе занимает для того чтобы кататься на велосипеде мне определенно нравятся длинные тренировки нравится ездить особенно это ощутил когда был в турции около 50 дней в алании я брался в велосипед и там делал большие маршруты заезжал на горке на одной из тренировок там почти 2000 метров по моему был подъем общий наворачивал там десятки километров и очень круто когда ты находишься в этом месте можешь одновременно изучать окрестности еще и кататься это прям ну очень круто это определенный вид такого скажем так туризма я считаю что он вообще просто ну то есть вот эта велосипедная романтика в турции вот эти покатушки может быть не всегда как супер какие-то эффективные тренировки тренировочном процессе но как велосипедный туризм именно на шоссейных велосипедах но это конечно определенно там остановиться на кофе выпить съесть пахлавы но это вообще просто потрясающе фактом что ты можешь преодолеть гораздо больше расстояния чем собственно ногами и пешком и плюс это просто эстетически красиво да и полезно в целом касаемо тренировок в клубе нам тренер составляет план как правило в неделю 2-3 велотренировки велотренировки позволяют круто восстановиться после бега и в целом позволяют наращивать объемы раз несколько месяцев мы делаем фтп тест обязательно 20 минут 20 минутный на одной мощности до при стремлении к определенной мощности либо ступенчатый и их есть два исходя из этого теста можно понять какое у тебя значение ватт на килограмм то есть у меня это по моему около 2 и 9 если не ошибаюсь что является он очень много ну и не очень мало так сказать так велосипед у меня на таком уровне вообще тренер говорит что выигрывают триатлон велосипедом я надеюсь вот так с другой стороны я недавно высчитывал сколько я вообще вот на спринте белого могу выиграть складывал сколько я проиграю вероятнее всего на плавание если смотреть на вещи реалистично сколько смогу отыграть на велосипеде и на беге ну и там получается что не особо много я смогу отыграть допустим у своих одноклубников потому что у кого-то допустим и плавание сильное и велосипед сильный но бегом я это все сразу не отыграю никак вон у меня лежит велосипед и велочехол с которым мы поедем на белого специально его заранее взял в клубе и это еще очередной плюс заниматься с кем-нибудь это когда есть контакты можно какие-то велочехлы брать или что еще по хорошему иметь свой велочехол конечно но это такая покупка важно я бы сказал нужно выбрать какой стоит он не дешево в целом там в принципе когда ты начинаешь заниматься его спортом ты начинаешь и триатлоном и велоспортом и бегом ты начинаешь обрастать контактными классными полезными я вообще считаю что в жизни это очень важно иметь такое увлечение в котором у тебя есть определенный круг общения свой который отдельный от твоего привычного круга общения и это всегда делает жизнь интереснее я лично думаю так что касаемо вообще велосипеды и посадки да после спешила и сталь лес я взял уже арбея орду приехал мне аж из владивостока по-моему я что-то взял его за что-то 100 100 с чем-то если я не ошибаюсь и велосипед на самом деле классный он у меня надюра есть тормоза шатуны со что еще что еще размером и чем что еще можно сказать полезного сейчас буду показывать сегодня подкрутил сидушку максимально понял что она отскочила съехала почему-то вот встретил водоклубника пор за вода одноклубник слушай а чё почему ты не на машине ездишь на велике я за экологию то есть в основное время на грузаке нормально да что я не знаю одноклубник собственно витин на пинаре ларок игры вообще уникум на самом деле я против может быть это знаете как про этого короче мутанта отдельный выпуск нужно снять типа в чем секрет этого типа росомаги такое потому что игорь на пришел не так давно полгода по моему и убил у него такие просто значение показатели мощность которой он развивает но вот эти вещи все это ужас просто и конкурировать очень сложно человек занимался плаванием и с ним реально но хорошо бежит плывет ты давит тоже я вот не знаю я в турции когда был из дома выходил сразу на велосипед в обход машины да это реально круто но из дома по городу вот так вот ехать мне проще например доехать до точки определенные потом только ехать на велосипеде не знаю кому как у нас два человека кстати из клуба делают так ну собственно вот еще два пассажира вот у этого пассажиры тоже арбе орду потом рассматриваешь моего санчете наклейки не смотри на мой велосипед у тебя чё фальшивый человек вот на раритете ездит человек раритет ездит на раритете но это недолго да скоро будет скоро будешь на розе как дай бог дай бог короче вот видите триатлонная рама типа она должна быть вертикальная скажем так а вот это вот скажем так форма треугольника это крыша шоссейная обратите внимание у всех велосипедов вот это вот основной 4 вот этот он немножко под углом и это как бы не триатлон нафига поэтому триатлеты что делаю вот это вот неправильные триатлеты ничего не понимают он уехала да а правильные триатлеты сдвигают по максимуму вперед чтобы быть в максимальном положении как бы стоя и для того чтобы можно было максимально удобно лечь на лежак именно поэтому так делает собственно ну такой вот спец сегодня здание 80 метров скоро поедем ждем этого красивого молодого человека но мне также съехал один то есть я у я вот буквально вчера проверил я на середину ставил я тоже ты короче как когда ложишься упираешь локтями и толкаешь оказывается я тоже ну то есть узнал удивился я поэтому покрепче что закрутил не знаю посмотрим ну что тут такой велосипед целом то неплохое хотя конечно хоть и хочется уже там что-то другое но вот у меня тут вы нас довольно длинный именно поэтому нужно двигать эту штуку вперед но и не только поэтому на самом деле то есть вы нас у меня вообще не так не сказали какой-то левый еще посторонний мтб шный человек спрашивает меня завтракал ну ладно да я позавтракал я съел порцию творога и лепешку восточную с арахисовой пастой и кофе выпил нельзя блин не говори так сейчас видео мне потом заблокирует youtube ну шлем нормальный купил уже сразу раскошелился ранее раскошелился на алиэкспресс на калмогоров экспресс ну вот этот велик мне нравится очень ты так куда электро 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 ну вот типа вообще самый нормальный велосипед у димы хоть он и колеса и подкачивает но типа считается что это его трек самый норм привет самый норм почему потому что когда тут на тормоза жмешь куда-то ой вот видите прикольно тормозит и у него вот видите аэрорама он поворачивает у него все обтекаемое это вообще когда ты начинаешь потом нюансы замечать будет сумочка у лимбан тренджер не нормальный вел тоже человек взял ну не сильно дорого в целом 150 вроде да вот классный велик на альтегре у него еще мощь и мер зараза такая есть это очень хорошо в целом нравится велосипед он короче ехал в прошлом году на обычном на шоссейнике вообще сомики я его блин обгонял всегда ну мне казалось на этом он что-то научился давить как-то и вот эти вот мощные ноги теперь и мощные мощные ноги и вот этот мощный зад обгоняют меня постоянно вообще он давит очень мощно что будем делать с этим? ну чего будет дальше проигрывать а я буду дальше давить супер не знаю вам видно нет? не видно наверное короче я немножко это запутался сегодня 80 минут а не 80 километров я еще думал странно было бы ставить 80 километров перед спринтом поэтому вот такие дела а у нас обычно ну разминочка чуть-чуть потом уже чуть-чуть идем на скорость крейсерскую часы вот так как бы был ну как видишь а нет другого ну вот так и едем вот вот бы сейчас на заправочке кофейка бы выпить или булочку скушать или фринчдом какой-нибудь короче короче боремся с ветром довольно таки тяжело если лежат 30 километров в час стоя там не знаю 25-26-27 пуль 140 задание сегодня ехать на пульте до 140 поэтому едем ну с ветром боремся жестко обратно дай бог километров сорок в час сорок пять поедем по ветру но тяжело так ау как все трясется Догнал товарища, посидел на колесе у Димы, километр 4, отдохнул, когда ехал, упирался ветер сам, где-то 145 пульс был, на колесо сел 133, а скорость та же, совсем другое дело. Вот, ну сейчас, вот, отстал от него, чтобы это, поработать, самому тоже, лежа тем более, а то в аэропозиции за кем-то ехать не хочется. Вот так и идем. Видите, морячок, моряк. Все, идем на разворот, сейчас будем по ветру ехать, слава богу. Ох, хорошо. Ну, где-то 40 давим обратно, как я говорил. Ну, 45-ю и не пахнет, конечно, но в целом, зато, хоть 40. 10 километров, вот, 7 минут 40 секунд показывает, проехали 40 километров. Думаю, еще 10, ну, как раз 50-то получится объем. Вот первый выезд на трассу, у человека покрышка проколола. Ну, что у нас вышло? Вышло у нас что? Смотрим. 50 километров, 32 средняя, час 32. 3,2 это. Короче, по ощущениям, сейчас гораздо проще ехалось, потому что сместил Витя максимально. В целом, неплохо. В целом. Ну, вот, интересно посмотреть на то, что, насколько высота вот разная у трека и у меня, ну, короче, лежаков. У Дима аэропозиция более эффективная, при том, что мне тяжело даже на такой высоте лежать. Ну, и ручки, видите, да, по высоте. То есть, здесь высота, а здесь высота. Вот, в этом плане. Ну, скорее всего, со временем мне надо будет с выносом что-то делать, скорее всего. Катанулись, вот, ребят, крышку меняют. А я попробую, я думаю, просто сейчас. Собираемся на Белово. Сейчас будем складывать великий чехол. Отъездили тренировку, велосипеды сложили. Поедем в субботу уже, уезжаем в Белово. Сложили два велосипеда в один чехол. И третий велосипед нашего одноклубника сложим в один чехол. Откатались сегодня спокойненько. На ТРТС. Пульс 140. Обратно вообще, на самом деле, на пульсе до 140 ехалось 40 км в час нормально. Скриншот прикреплю. Вот. Так тренировочки проходят. Примерно задания разные бывают. Иногда больше объем, иногда интервалы какие-то, да. Иногда катаемся по горке на ведуке, которую я вам показывал. Плюс дополнительно, конечно, работа по пульсу. В любом случае, важна и нужна, и мы ее делаем. Вот. Но, в двух словах, вот так. Тренировочка была такая. Пишите, следите. Постараюсь с Белова снять прям интересный выпуск. О поездке. О таком активном туризме, скажем так. Все. Всем пока. Спасибо.